Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, опять Лех-Леха, потрясающая глава, и говорят мудрецы и каббалисты, писали, что в этой главе есть все, что было раньше, все, что сейчас, и все, что в будущем. И о каждом человеке, и о судьбах мира. Да, это так, Тора она такая, она в нашем понимании непонятна, а так все понятно. Вот если говорить о миссии и о судьбе всего, в учении хазидизма вот эти странствия, казалось бы, о чем говорят, рассказывают Авраам, странствуют там. Нет, это сравнивается с нисхождением божественной души. В духовном мире жила наша душа, каждого из нас. Ее было погружено в физическое тело, и мудрецы, по-моему, говорят, каждая душа спустилась оттуда, да? И прежде чем спуститься, она получала задачу, и она очень не хотела сюда идти, потому что у нее нет искушений, желаний. И тем не менее, по воле Создателя, душа, которая является частицей Всевышнего, представляете, потянула свой дом. Все как с Авраамом, да? И дом своего отца, понимаете? И отправилась в путь, чтобы спуститься в этот физический мир грубый, чтобы провести долгие годы в теле, что ей вообще никак не подходит. И она проходит через все, потому что у нее есть миссия, она знает, что это божественная миссия. Очистить тело, сделать свою жизнь иначе. И когда душа исполняет эту миссию, возвращается через 120 лет, вот эти вот переходящие боль, страдания этого мира, связанные с коротким периодом нисхождения души, они не только оправдываются, но они перевешивают на миллиард великой наградой. Вот представьте себе, это, конечно, очень относительно, но вот, что если вдруг мы через 120 лет узнаем, что какие-то несчастья, которые мы видим, не понимаем, это все, это все сон такой. Такая игра компьютерная, я не знаю, как сказать, но очень божественная, потому что она, вот она, пощупать можно, да? И в свете этого, можно сказать, и другое, какая колоссальная трагедия, через 120 лет человек приходит в другой мир, и оказывается, что он занимался только полным пренебрежением своей миссии на земле. Он обрекал свою душу на бесполезное, оказывается, страдание. И она пришла сюда за вознаграждением, вернулась такая же голая, еще и страдала, неизвестно зачем. И поэтому, об этом стоит подумать, потому что написали мудрецы, что мы тоже исполняем посланническую миссию. Иногда даже, больше в Кабале написано, что если мы куда-то едем, там куда-то, в какую-то страну, по делам, или в туристическую поездку, не бывает просто так. Всевышний хочет, чтобы ты тоже был в этой кусочке, как бы посланником. Распространяй какую-то святость по миру, кого-то встреть, кому-то дай маленькую льздоку, кого-то твери на день, кому-то расскажи два слова, какой-то урок, кого-то подключи вот к нашим урокам. Сделай что-то. Отсюда, кстати, есть потрясающие обычаи, посланника миссии, когда человек уезжает, если ты хочешь, чтобы у него все было хорошо, дай ему там, я знаю там, сколько ты можешь, доллар, 10, 100, сколько ты можешь, передай в ту страну, он становится посланником митцвы. И вот на самом деле, написали мудрецы, наша жизнь, это одно сплошное путешествие. Мы всегда в дороге, поэтому каждый день, проснувшись, человек должен знать, что он посланник Всевышнего, и что он должен сегодня воздействовать, хотя бы еще на какого-нибудь одного человека. Было весной 72-го года, Любовичскому рыбу было 70 лет, он много поздравнее было, и в некоторых говорили, что может пора отдохнуть, там немножко, и он произнес большую речь, и мне он сказал примерно следующее, для людей в возрасте, он говорил, когда вы, взрослые люди, хотите прекратить творческую деятельность, надо поступить наоборот, вы обязаны использовать свой опыт, свои дополнительные годы мудрости, чтобы создать, как можно больше будущих лет, если вам дана способность создавать, вы должны продолжать идти вперед, и действовать, чем действовать, воздействуйте на окружающих чем-нибудь, пока в ваших силах, вот наша миссия, мы обязаны всегда помнить, что в любой поездке, там, что мы говорим, когда едут человек, читая дорожную молитву, что он говорит, да будет угодно тебе, там, да, да, Господь, привезти нас в цели нашего путешествия, для жизни, радости, и благоденствия, и в жизни так, все время, пусть человек всегда молится о том, чтобы не сойти с нормального пути, который ему предназначен, и чтобы он совпадал с тем, что там наверху хотят, тогда он преуспеет, а в чем миссия, все говорят, а если бы я знал свою миссию, да это вообще не такая не проблема, Гаон из Вильна, великий праведник, великий человек, сказал, что главная цель жизни человека, любого, только одна, постоянно наращивать усилия, для изменения своего характера, в положительную сторону, дальше он сказал, еще хуже, а если этого нет, зачем живете, зачем живете, вот это вот и есть миссия, а каждый думает, нет, там космос, что-то полететь, нет, ты станешь лучше, написано, что человеку тяжелее исправить одну черту характера, чем завоевать другую страну, и нам должно быть понятно, что вот это улучшение черты характера человека, оно очень важно, да, и без этого, как бы, без изменения нашей, черт нашего характера, жизнь становится вот этим вот, дармовым занятием, и самое главное, это что, и вокруг этого идет наша жизнь, для этого человек приходит сюда, в этот мир, преодолевает огромные расстояния, все, для того, чтобы исправить одну черту характера, и вот за это надо бороться без передышки, и вот это есть заповедь лех-леха, брахава цлаха.